В 1954 году Крым был передан из РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики как подарок на 300-летие со дня присоединения Украины к Российской империи. После распада СССР в 1991 году Крым остался частью Украины. В 1992 году была принята Конституция Автономной Республики Крым, в которой был закреплен статус автономии на полуострове. Сам Крым стал предметом разногласий и конфликтов между Украиной и Россией, а также между различными этническими группами, проживающими там. В 2014 году произошло присоединение полуострова к России, что стало одним из самых острых и спорных моментов современной истории региона. Решение Никиты Сергеевича Хрущева о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР вызывает, конечно, очень большое недоумение, потому что никаких объективных моментов в принципе-то и не было для того, чтобы такое решение принимать, поскольку ведь мы же говорим, что исторически территория Крыма всегда была в составе именно центральной зоны российской, центрального российского подчинения всегда была в составе РСФСР России. Вот это вот очень важный момент. А когда в феврале 1954 года Президиум Верховного Совета СССР по настоянию Хрущева передал Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР, вот это вызывает достаточно большое-большое недоумение. С 2014 по 2024 год произошли значительные изменения в жизни крымчан и в самом регионе. Была существенно развита инфраструктура, в том числе построен мост через Керченский пролив, что улучшило связь с материковой Россией. Туристический потенциал полуострова также был значительно раскрыт. Рассоединение Крыма повлияло и на политическую обстановку в регионе, отразившись на отношениях России с другими странами. Тем не менее, для многих жителей Крыма и для россиян в целом это стало важным историческим событием, которое укрепило единство страны. Однако есть и противники крымско-российского воссоединения. Поэтому между Россией и западным сообществом произошло ухудшение, что в свою очередь привело к санкциям с их стороны в отношении России. Это повлекло за собой экономические и социальные последствия как для России, так и для Крыма. Россия столкнулась с экономическими санкциями, усилением международной изоляцией и падением цен на нефть и газ. После воссоединения Крыма с Россией ситуация в Крыму начала улучшаться с точки зрения социальной, экономической. Увеличились пенсии, о чем неоднократно говорят жители Крыма. Различного рода выплаты, зарплаты. Началось восстановление дорог. Огромным прорывом в этом плане стало строительство Крымского моста. Был модернизирован по самым современным технологиям аэропорт в Симферополе. Ну и целый ряд других моментов. Была приведена в порядок прибрежная инфраструктура. Восстановлены большинство недействующих или ограниченно действующих санаториев. Существовало множество факторов, поспособствовавших присоединению Крыма к России. Полуостров имеет стратегическое геополитическое значение, в частности, как база Черноморского флота России. Немаловажным фактором является и то, что Крым имел давние исторические и культурные связи с Россией. И для многих людей на полуострове присоединение к России было воспринято как возвращение к родной стране. Нужно отметить, что территория Крыма, Крымского полуострова, это одна из самых уникальных территорий, которая имеется на нашей планете. Исторически люди стремились здесь жить. И если мы посмотрим на период Древней Греции, когда происходило первоначальное заселение Крыма греками, освоение ему, уже тогда о Крыме слагались легенды, как о территории с уникальными климатическими, географическими, природными ресурсами и богатствами. И поэтому, конечно, за территорию Крыма были долгие периоды противоборства между различными государствами, народами. Первый референдум состоялся 16 марта 2014 года, на котором жители Крыма и Севастополя высказали свою волю по вопросу присоединения к России. По его итогам, подавляющее большинство участников высказались за присоединение к России. После референдума в Крыму было принято решение о присоединении к России. И 18 марта 2014 года в Москве были подписаны договоры о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. В результате были оформлены соответствующие документы и конституционные изменения. Также прошли переговоры между властями России и представителями Крыма по вопросам интеграции полуострова в российскую систему права, экономики и административного управления. Резида Каримова, Елизавета Годезянова, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова